Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Я приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приготовятся к введению QR-кодов. Вопрос обсудили на заседании Оперштаба по профилактике коронавируса. Об этом сообщает правительство. К такому решению властей подтолкнула эпидситуация, которая стремительно ухудшается. Ситуация продолжает ухудшаться. Будет продолжать ухудшаться, мы не справимся с ней. Просто людей будет негде лечить. Их некуда будет принять. Вот в завершении того блока вопросов, который сказал президент страны, апеллировав к другим странам, мы этого допустить не можем, чтобы людей просто было невозможно принять. А у нас уже 4,5 тысячи мест. 4,5 тысячи коек развернуто. Мы с вами шли на пределе 5 900 в прошлый год. На пределе с 90% заполняемостью. К слову, уже 52 региона страны ввели систему QR-кодов. Выглядит она несложно. Те, кто прошел вакцинирование, получают через личный кабинет госуслуг соответствующий сертификат. Его можно скачать либо на телефон, либо распечатать и носить с собой. Код будут считывать при входе в учреждение, к примеру, торговый центр или театр. Эту систему введут в местах массового скопления. Каких еще уточняется. Когда заработает система кодов, не сообщается. Скорее необходимо же программное обеспечение, которое было бы в общую единую базу. Потому что сканировать QR-код можно. Они не такие дорогие устройства. Нельзя сказать, что это какие-то сильно огромные деньги. Другое дело, что это должно куда-то выводиться, где-то храниться. С тем, чтобы не было такого смеха, когда в части регионов брали QR-код с чипсов и проходили спокойно в торговый центр. Но, опять же, система будет отлаживаться и в полном объеме, конечно, заработает еще не скоро. Между тем, введение QR-кодов должно стимулировать граждан к вакцинации, считают участники заседания штаба по профилактике коронавируса. Ведь на сегодняшний день прививку поставили лишь порядка 30% жителей края. Собственно, из-за небольшого числа вакцинированных и отмечают значительный рост числа заболевших. А вот что думают барнаульцы, мы спросили горожан, как они относятся к введению QR-кодов в Алтайском крае. Сейчас опять всплеск пошел. Мне кажется, это обоснованная мера. Будет меньше распространения коронавирусной инфекции, я считаю. Я вообще-то за прививки. Много пожилых людей, которые не умеют этим пользоваться. Телефоны с возможностью доступа тоже далеко не у всех есть. Как показали в соседних регионах, с видеозаписей, торговые центры все пустые, людей нет. Все. И торговля тоже от этого встанет. Мне кажется, крайне ударит по малому бизнесу в очередной раз. И это какие-то двойные стандарты, потому что я уверен, что QR-коды в транспорте, например, не введут, в организациях здравоохранения не введут, вот. А получается, плотность населения там сосредоточенного, она ничуть не меньше, чем в торговых центрах и в других магазинах. Тем временем Владимир Путин разрешил все сомнения. Глава государства сказал свое слово насчет нерабочей недели в ноябре. Безусловно, поддерживаю предложение ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Вице-премьер страны Андрей Белоусов уже оценил возможные потери бизнеса примерно в 60 миллиардов рублей. В связи с этим наиболее уязвимое малое и среднее предпринимательство поддержит правительство общей суммой почти 27 миллиардов рублей. Они пойдут на выплату МРОД сотрудникам компании. Их получат примерно 2 миллиона человек. По оценке вице-премьера, помощь государству покроет примерно половину выпадающей выручки. Подать заявку можно с 1 ноября через налоговую службу. Выплачивать деньги начнут с 15 ноября. Добавим, что каждый регион может самостоятельно продлить нерабочие дни. В частности, в Алтайском крае рассматривают этот вопрос. И, кстати, школьников на время нерабочих дней тоже отправят на каникулы. А вот что касается детских садов, это власти еще обсудят. Таких цифр в Бийском ковидном госпитале еще не видели. Год назад по ДВЛ было максимум два десятка человек. Сейчас 65. Ажиотаж начинается прямо с приемного покоя, где за полдня могут принять почти 80 человек. Репортаж Софии Хиценко из красной зоны Наукограда. Переполненная реанимация, врачи, которые круглосуточно спасают жизни десятков людей. Так сейчас выглядит красная зона в Бийске. В городе, в котором боятся болеть, места в госпитале заканчиваются. Здесь самые тяжелые пациенты. В прошлом году на ИВЛ было чуть больше 20 человек. Сейчас 65. Вы сами видите, что палаты все реанимационные, все заполнены. Больные очень тяжелые. Больные имеют как тяжелую патологию по ковид-инфекции, тяжелое течение пневмонии, так и сопутствующие заболевания, которые еще больше утяжеляются здесь во время лечения ковидной инфекции. Самый молодой пациент сейчас возраст какой? У нас есть и 18-летние, мы их называем это дети. То есть это на самом деле пациенты, которые только что вышли из детской лечебной сети, попали к нам. 19-летняя девочка у нас была, она не горожанка, убийстка из другого региона. Поступила крайне тяжелая, к сожалению, был неблагоприятный исход. То есть возраст на сегодняшний день, он не имеет никакого значения. По словам врачей, большое количество молодых в реанимации объясняется не только мутация инфекции, но и тем, что молодежь чаще посещает общественные места. А вот вакцинированных пациентов здесь мало. Привитые есть на самом деле, привитые пациенты, они встречаются, но они редко доходят до отделения реанимации. Как правило, это коморбидные пациенты, то есть имеющие какую-то еще другую патологию. А в основном все наши пациенты, которые находятся в реанимации, это все непривитые пациенты. Те, кому удается пойти на поправку, не скрывают. Пройдя страшное, навсегда изменили свое мнение о болезни. Нужно таскать всегда перчатки, таскать, маски менять, полтора метра держать на расстоянии. Ну, все имеют на улице. А теперь всем буду говорить своим, родственникам, друзьям, знакомым. Скажите, вы прививались от коронавируса? Нет, не прививался. И пожалел, что не прививался. А теперь после выздоровления пойдете? Да, пойду. Но там через полгода нужно ведь. Да, пойду, обязательно пойду. И главное, чтобы дошли. Некоторые пациенты ревакцинацию пропустили. В январе, в феврале, уже не помню какая прививка была, но название. Здесь 11 дней пролежал. Тяжело очень, надо вакцинировать все. А сейчас как себя чувствуешь? Сейчас лучше чувствую себя хорошо уже. Дышать начал нормально. Сегодня поднимаются на этаж? Сегодня поднимают, палату меня переводят. Но это место в реанимации долго пустовать не будет. Почти сразу же его занимает следующий. Увидеть медиков без СИЗов почти невозможно. Дежурство может длиться несколько суток подряд. Очень большие трудности с кадровым составом. Персонал приходит, кто-то не выдерживает, уходят колоссальные нагрузки. Кто остается, конечно, работать на полную мощность, не жалея себя. Большое им за это спасибо. Большое спасибо молодым специалистам, которые еще только-только отучились. Но уже пришли на работу в таких тяжелейших условиях и помогают работать. Иначе бы была катастрофа. Причем трудности начинаются с приемного покоя. Только за каких-то 4 часа они принимают 40 пациентов. Если я дежурю суточное дежурство, ну, был момент, когда было 76. 76-78, это максимально. На данный момент заполняемость у нас 620 коек, но из них 67 реанимаций. И остальные вот либо кто-то активно лечится, получает сильное лечение, либо тот, кто готовится к выписке и на этап долечивания. Лично у меня сейчас около 45-50 пациентов. К сожалению, доктора тоже не могут избежать болезни. Они болеют, болеют, кто-то, возможно, не справляется с нагрузкой. Пожалуй, именно здесь пациенты и могут оценить, чего стоит врачам лечить больных. Мне слава богу, что лечат. Дай бог, чтобы вылечил. Очень славный. Мне аж плакать хочется. Люди все должны быть живы, здоровы. Видите, как ходим-то все. Так что тяжелая у них работа, тяжелая у них обязанность. Так что не позабидуешь. Зато на улицах Бийска все так же людно, в транспорте почти безмасочно, а в коронавирус часто не верят. Прививались? Нет. Нет. Если честно, нет. Я не хочу ни маску. Маску, когда в магазине просто. Если честно, я не боюсь ничего. А почему не прививаетесь? Не боюсь и не прививаемся. На мой взгляд, тот, кто проявился, больше шансов заболеть от чего-то другого. И в Иркутск ездил, и в Уренго ездил. Два года подряд езжу по вахтам. И без маски ездил, и ни разу не заболел. Сейчас взяли маски, пошли в магазин. Только в масках везде. И переболели уже. И привитые. Ой, извините, я сильно болею. Я уже отболел. С 12 марта по 1 апреля. А вы прививались? Пока еще нет, но вот буду. Сейчас. Пройдет немножко. Я привился сразу же. Прям только вакцины стали поступать. И сейчас, думаю, привиться полгода пройдет. И я второй раз хочу идти и привиться. Потому что это только человек... Ну, человечество выжило. Ведь история даже вся говорит о том, что если бы не вакцины, человек смогло вообще вымрать. На сегодняшний день БИИСК занимает одну из лидирующих позиций по уровню заболеваемости коронавирусом. В регионе мест в госпиталях с каждым часом становится все меньше. Из-за высокой смертности власти решили выделить дополнительное место под морг и расширить местное кладбище. За последний месяц, как показывает статистика, смертей от последствий коварной инфекции резко стало больше. Но желающих вакцинироваться в регионе больше не становится. А вот свободных мест в ковидных госпиталях скоро не останется совсем. София Яценко, Андрей Печеркин. День с толком. К другим темам. Губернатор уволил управляющего делами правительства Андрея Степанова, которого недавно заключили под стражу. Бывшего чиновника обвиняют в незаконном распоряжении икровых выплат в размере 19 миллионов рублей. Однако адвокаты Степанова уверены, что приговор может быть не обвинительным и заявляют правоохранители докручивают версию, что эта выплата должна была замаскировать срыв госконтракта. Это сейчас и выясняют следователи. Степанову грозит лишение свободы до 4 лет. Алтайские онкологи внедрили новый метод по выявлению онкологии, биопсию сторожевого лимфоузла. Такого в регионе до сих пор не проводили. С одной стороны, это используют как профилактику рецидива, а с другой – как метод сохранения женской груди. Подробнее о методике расскажет Дмитрий Дроздов. Сторожевой лимфоузел – важная граница, отвечающая за безопасность организма. Он первый на пути лимфоотока. В нем начинается метастазирование злокачественного процесса, который потом разносится по лимфатическим путям. Расположен лимфоузел в подмышечной области. Раньше, чтобы вылечить организм, врачи делали мастектопию. Вырезали узлы, а с ними и молочные железы. Но при ранних стадиях рака, когда метастазы еще не проникли в лимфу, этот метод был слишком калечащим. Теперь есть альтернатива. На Алтае впервые стали проводить биопсию сторожевого узла. Меньше область вмешательства, меньше осложнений после этого идет. Биопсия сторожевого лимфоузла позволяет нам удалить 3 или 4 лимфоузла, тем самым сильно не нарушить лимфатическую систему. Больной узел нужно вовремя обезвредить. Для этого и проводят биопсию. Недавно в Надежде появился современный аппарат, единственный в крае. Он позволяет во время операции провести диагностику с помощью изотопа, специального вещества. Сам радиофарм препарат накапливается именно при помощи реагента в тех лимфоузлах, где происходят опухолевые изменения. И радиометром при близком контакте во время операции определяют те лимфоузлы, в которых есть изменения. Определяют и вырезают. Хотя, например, эту операцию проводят, чтобы извлечь саму опухоль. В общем, это получается, как бы первый этап опухоли удалили, сейчас будете с лимфоузлами разбираться. Хорошо. Еще одна важная функция новой технологии – сохранить и сами лимфоузлы, которые попадают под удаление при мастектомии. В будущем это приводит к отеку руки, так называемой слоновости. По словам врачей, почти половине пациентов, которых оперируют, проводят биопсию староживого лимфоузла. Это позволяет проводить мастектопию в щадящем варианте. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Открыв старый мост, перевозчики вернули старые маршруты. Их сразу 68. С этого дня пассажирам нужно учитывать, что схема движения некоторых автобусов изменится. Через Обь по коммунальному мосту автобусы едут в Тольменский, Заринский и другие районы. По направлению Барнаул-Новоалтайск изменения произошли на маршрутах, которые вы сейчас видите на экранах. Прежняя схема движения сэкономит время и должна разгрузить дороги краевой столицы. В сутки через мост будет проезжать не меньше 20 тысяч машин. Более 70 килограммов на свае пытались провести в Барнаул граждане Таджикистана этим летом. Даже в период пандемии Барнаульский аэропорт продолжает принимать чартерные рейсы. А значит, для сотрудников алтайской таможни всегда найдется работа. Какую еще запрещенку пытаются провести с собой пассажиры, расскажет Ирина Корчагина. И вот смотрите, вот что мы видим. Наркотики в ручке чемодана. Часто то, что не может увидеть рентген в аэропорту, удается найти собакам. На работе их не могут отвлечь даже запахи мяса. Только наркотики и крупные пачки денег. Когда четвероногий боец чует находку, он может лаясь, замирать, царапать. Это русский охотничий испанель Джесси. Ей три года и почти всю свою жизнь она работает в таможне. Кстати, у нее прекрасная родословная. И отец, и дед Джесси тоже работали в таможне долгое время. И, кстати, у нее уже есть племянники, которые тоже работают в других регионах и тоже в таможне. С ними постоянно занимаются. Обязательный выгул, обязательно ветеринарное обслуживание. Естественное кормление, причем кормами премиум-супер-премиум класса. Не все домашние собаки получают вот такой уход и заботу своих хозяев. Джесси лишь маленькая часть большой команды алтайских таможенников. Здесь, в Барнаульском аэропорту, который получил статус международного еще в 95-м году, сотрудники таможни в основном принимают чартерные рейсы туристического направления. За этот год границу в обе стороны пересекли около 16 тысяч человек. Интерес таможенников обычно вызывают следующие пассажиры. Из характерных нарушений, которые мы выявляем, это, соответственно, лица, которые следуют на выезд из Российской Федерации, в которых имеются ограничительные меры, наложенные судебными приставами Российской Федерации. Также из категории иностранных граждан, пребывающих на территории Российской Федерации, выделяется это лица, которым закрыт въезд Российской Федерации на законных основаниях, а также следующих по недействительным документам. И хоть Барнаул считается спокойной воздушной гаванью, в ситуации все же бывают всякие. Например, один из пассажиров как-то пытался ввести живых птиц в своих носках. Иногда люди привозят домой более трех литров алкоголя. С Вьетнама женщины часто пытаются захватить экзотические растения. В доковидное время это примерно 40 случаев в год. Мужчины везут из Турции и Таиланда кастеты и ножи. Граждане Таджикистана все лето пытались провести на свай. Всего изъяли более 70 килограммов. Все уничтожается по решению суда. А вообще, говорят таможенники, пассажиры в большинстве все свои, все спокойные. Личный состав приходится постоянно ориентировать на то, что перед нами, ну в первую очередь, люди со своими эмоциями, со своими переживаниями. Что-то у кого-то произошло, что-то не получилось. Вот эмоции в первую очередь, скажем так, принимаем на себя мы. Потому что живых людей в форме, в пункте пропуска, да, в первых, они ведут нас все-таки. Ну, после того, как сошли с борта. За полтора года пандемии в спокойном ламповом аэропорту имени Германа Титова пассажиропоток значительно снизился. Но работа у этих людей есть всегда, каждый день и каждую ночь. Кстати, через несколько дней, 25 октября, они отметят свой профессиональный праздник и 30-летие федеральной таможенной службы. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Пилотажная группа «Стрижи» в Баронауле останется навсегда. Это мы не о пилотах. Граффити под таким названием украшает теперь фасад 273-го детского сада, названного в честь авиагруппы. Накануне художник Николай Замятин завершил работу над проектом, а наша съемочная группа пообщалась с ним еще во время творческого процесса. Неделя и Николай Замятин воплотил идею, которая родилась у творческих сотрудников детского сада номер 273 еще в сентябре прошлого года. Тогда в гости к малышам пришли пилоты известной в России авиагруппы «Стрижи». Пообщались, высадили здесь деревья и договорились дружить. Идею граффити на фасаде поддержали родители, средства выделили в мэрии, эскиз согласовали и работа началась. Центральный персонаж не воспитанник детского сада, а собирательный образ улыбающегося мальчишки. Ребенок держит этот маленький самолетик, игрушечный, заметьте, самолетик. Это все-таки намек на то, чтобы военные самолеты никак не касались ни детей, ни взрослых. Вот он просто играет, и дай бог, что это будет и так дальше, что в играх и останутся самолеты. Безусловно, МиГ-29 на фасаде тоже есть, взлетающий в ясное голубое небо. Это копия тех самолетов, на которых летают «Стрижи». Детям очень нравится, они следят за этой работой в течение всего периода, пока Николай Замятин рисует такую красоту, смотрят в окна. И, соответственно, проходя в дошкольные учреждения, все постоянно заглядывают и проверяют, когда же все, и скоро будет все готово. Сами «Стрижи» пилоты авиагруппы говорят, подшефных садиков у них в России два. Один в Чебоксарах, тоже «Стрижи», но такой шикарный фасад только в Барнауле. Фото и видео граффити они уже получили, впечатлены. Если хотя бы один мальчишка, глядя на все это, пойдет в авиацию, значит, мы свою жизнь прожили не зря. Тот самый возраст, когда, в общем-то, мальчишки должны определяться, наверное, со своей будущей профессией. Авиация, самолеты, полеты – это всегда очень прекрасно. Так что вот прекрасный фасад, прекрасная аэрография. Официального мероприятия по случаю появления граффити в детском саду проводить не планируют. Ну а «Стрижи», говорят, дружить обязательно продолжат. Возможно, в следующем году вновь прилетят в Барнаул на один из праздников, и тогда оценят граффити вживую. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком. На этом у меня все. Я напомню, телефон нашей редакции – 205-545. Ну а далее о погоде – спонсор прогноза по традиции – компания «Эвалар». До встречи! Продолжение следует...